Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики канала Аюрведа Веда, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня на календаре 30 зекабря. Практически, да, считанные дни остаются до окончания этого года. И начнётся Новый год. И вот в преддверии, да, в преддверии Нового года, провожая Старый год, и пока что ещё Новый год не наступил, да, я хотела бы вот записать этот небольшой блог. Итак, я записываю его у себя дома, да, в алтарной, где у меня стоит алтарь. Вот вчера я, наконец-таки, закончила, да, трудиться над тем, чтобы закончить свой алтарь, завершить его. Да, я постелила такую скатерть тканевую, сшитую на стол, да, и поставила, расставила его, поставила все свои любимые предметы священные, привезённые из Вриндавана, из Индии. За всё время моего пребывания там, да, накопилось много очень различных предметов священных. Ну, что-то, конечно, я уже отдала, что-то я оставила. И вот этот год, подводя итог этому году, да, хотелось бы что сказать. Но говорят, да, что мы выбрасываем весь мусор, накопившийся за год, да, то есть весь хлам ненужный в нашей голове, в нашем доме. То, что нам не нужно, то, что нам мешает, мы должны выбросить из своей жизни, из своего дома, из своей головы вообще, да, и начать новую жизнь из чистого белого листа. Новый год, да, это начало новой жизни. И вот, как бы, подводя итог уходящему году, я решила, да, весь свой, как бы, взор, да, всю свою энергию отправиться именно вот к этому святому месту, которое находится в моём доме. Это алтарь. Алтарь – это центральное место. Но про алтарь я уже как-то говорила в предыдущих роликах. Я ещё буду рассказывать об алтаре, что это такое, как сделать алтарь в своём доме. Но сегодня мне бы просто хотелось, подвозя итог этому году, и хотелось бы, да, вот этот ролик записать именно около алтаря, потому что алтарь – это основное место, где скапливается энергия, самая чистая, сатвичная, благостная энергия, да, это именно алтарь. Поэтому каким алтарь будет ваш, да, такое будет, такая же будет и атмосфера в вашем доме. И вот я сегодня, да, решила записать этот ролик именно у алтаря. Почему? Потому что алтарь очень важен в жизни каждого человека. И алтарь для меня также играет огромное значение, да. И вот весь год я старалась, как бы, вкладывать все свои усилия, все свои силы, всю свою энергию направляла именно в это место, в алтарь. Я вот последний, да, штрих, которым, тем, чем я вчера занималась, да, в чистый четверг, я делала вот эту вот скатерть полотно. Мне дала мама, там какая-то у ней была старая скатерть, практически отрезок маленький оставался, да, скатерть от большой. И я разрезала этот отрезок на две части и сшила его посередине. И получилась вот такая вот скатерть. Это самое основное, да. И я завершила, я успела к концу старого года, завершила заниматься своим алтарем. И практически вот это место, оно является, как бы, таким главным. И это место для меня, когда я понимаю, да, то есть я вкладываю в алтарь всё, то есть я понимаю, что то, что мне нужно, да, или то, что мне не нужно, то есть всё находится здесь на моём алтаре. То есть алтарь – это, можно сказать, сердце, сердце человека, да. Это ваш алтарь, потому что алтарь – это такое же святое место, как и ваше тело, да, то есть храм является домом Господа, также алтарь является домом Господа, да, такое же святое место, Также и ваше тело является храмом Господа, и ваша комната, ваш дом является храмом Господа. Поэтому вот в каких мыслях вы проводите свою жизнь, да, как складывается ваша жизнь, да, это всё видно на алтаре. На алтаре, то есть если в вашей жизни, потому что вот, например, мой алтарь в течение многих лет, да, с 2013-го уже он появился, этот алтарь, он менялся. И вот сейчас, к концу 2022-го года, к началу 2023-го, да, вот алтарь находится вот в таком состоянии, то есть он уже улучшился, он стал более, более таким воинственным алтарь, то есть более серьёзным. Да, здесь многие вещи, то есть в принципе остались те же самые, но немножко я их улучшила. И о чём это говорит? То есть для меня всегда алтарь – это показатель. Как бы алтарь является продолжением самого человека, его сущностью, его частичкой, то, что как бы является, да, частью меня – это мой алтарь. Вот как я, я смотрю на свой алтарь, и я понимаю, если алтарь находится вот в таком состоянии, да, он чистый, он аккуратный, то есть мне приятно смотреть, да. Я прихожу в свою комнату, и я любуюсь, если мне это нравится, да, меня радует взор алтаря, значит, я понимаю, что я нахожусь вот на этом уровне. То есть алтарь для меня – это показатель, показатель моей какой-то реализации, показатель каких-то моих усилий, какого-то моего труда. Потому что если я не прикладываю никаких усилий, да, то вся комната практически, да, и тот же алтарь, да, центральное место в комнате, он будет убогим, он будет заброшенным. И он не будет радовать глаз, да, он не будет радовать сердце. Вот это для меня показатель. Поэтому вот сейчас, 30 декабря, да, завтра последний день старого года, и вот этот алтарь уже готов. То есть это можно сказать, как вот возводят храмы, да, например, как делают какие-то памятники, да, какие-то постаменты делают. То есть это как бы является таким символом, символом. И вот для меня этот символ – это алтарь, это сердце моего дома, сердце моей души. Это алтарь. Поэтому в каком состоянии мой алтарь, также я могу сказать и о себе. В таком же состоянии нахожусь я, как человек, как личность, как индивидуальность, как духовная сущность, как частичка целого. Как женщина, да. И поэтому, если алтарь мне не нравится, да, или что-то здесь лишнее, или чего-то здесь не хватает, я сразу это чувствую внутренним, внутренним своим каким-то чутьём, видением. Вот. И поэтому алтарь для меня показатель. Да, то есть алтарь, насколько алтарь богатый, насколько он украшенный, насколько в нём присутствуют все краски, все элементы, настолько я чувствую, что, значит, я постаралась, я поднялась. Я поднялась, да. Ну, имеется в виду в хорошем смысле этого слова. Да, значит, я расту. То есть алтарь – это своего рода такая планка для меня, да. Поэтому вот к концу, да, 2022 года я закончила заниматься своим алтарём. Я привела его, наконец-то, в порядок. Вот здесь даже вот Радхарани, да, куколка, она, здесь у неё был нос, да, она у меня падала, и разбитый нос у неё был. Вот, ну вот, и мне, я не доходила, у меня не доходили руки, чтобы, да, чтобы сделать ей нос. Вот, и вот, вот в этой частичке, да, она упала, и как раз вот здесь вот у ней отвалился, отвалилась пол носа, да. И вот мне, у меня не хватало, как бы не доходили руки, ну, не было, может быть, вдохновения или времени. Я думала, что это не так важно, да, приклеить ей нос. И вот как раз вчера, в чистый четверг, да, я завершила работу с алтарём и, наконец-таки, сделала Радхарани нос из гопи-чиндана. Да, у меня такой гопи-чиндан есть, который когда-то мне давал духовный учитель, который вот также расположен здесь, на алтаре. Вот, да, вот мой духовный учитель, Шрипат Бахтивиданта Шридхар Гасвами Махарадж, который посвятил меня в сознание Кришны, который познакомил меня первым вообще с Кришной. Открыл для меня этот мир духовный, Вриндаван, и вот по милости которого, как бы, я встала на этот духовный путь. И полетела первый раз с преданной в 2013 году уже во Вриндаван, в это святое место, ну, с которого, собственно говоря, и всё началось. И вот Радхарани, я, наконец-то, да, заклеила ей носик, приклеила этим гопи-чинданом. Ну, если преданные знают, что такое гопи-чиндан, это такая, типа, гуаши, краска, можно сказать, которой они наносят тилоку ставят. Ну, а сейчас я вам её покажу, да, что такое гопи-чиндан, потому что у меня он здесь такой вот рядом лежит. Да, вот гопи-чиндан. Да, вот это гопи-чиндан. Вот этим гопи-чинданом как раз я развела его как краску, как гуашь, и намазала носик, да, замазала носик Радхарани. Вот. Это вот гопи-чиндан называется. Но с ним я буду вас знакомить в дальнейших своих роликах. И вот, наконец-таки, да, я завершила свой алтарь. И, глядя на свой алтарь, я понимаю, в каком состоянии нахожусь я как личность, как человек, как частица Бога, как ученица, да, так как у меня есть духовный учитель. И вообще мы на протяжении всей своей жизни, мы учимся, в каком бы ни были мы состоянии, да, в каком бы мы ни находились положении, в социальном, в каком бы статусе мы ни находились, в каком бы теле мы ни находились, в каком бы возрасте мы ни находились. Мы всегда находимся в роли ученика. Поэтому я понимаю, да, что я состоялась, что я как-то себя смогла реализовать, глядя вот на свой такой алтарь. Ну, здесь какие-то появились новые вещи, да, моя фотография, которая у меня не фотография, а рисунок, да, художественное произведение. Когда-то меня художник вот нарисовал, и вот она долго у меня пылилась. В шкафу лежала где-то на полке, да, и наконец-то я решила её поставить в рамочку и поместить тоже на алтарь. То есть алтарь – это для меня такое место центральное, как душа. Да, алтарь – это душа для меня. Поэтому здесь я реализую себя, здесь я реализую свои желания какие-то и смотрю, как я продвигаюсь, глядя на свой алтарь. Если он меня радует, значит, я продвинулась, значит, я выросла, значит, я как-то себя реализовываю. Если он меня не радует, если он убогий, значит, сердце моё нерадостное, значит, здесь чего-то не хватает или что-то лишнее, или что-то как-то надо доработать. Вот. И теперь я понимаю, да, что я смотрю на свой алтарь, и я счастлива. Вот здесь вот не было так же, он был просто столик был, то есть не было здесь этой скатерти. Да, очень давно, с самого начала, когда здесь зарождался мой алтарик, здесь не было скатерти. И я думала, что это не так важно. Но когда я посмотрела видеоролики, опять же, на ютубе одной девушки, автора многих роликов, да, также канала, её канала, она рассказывала об алтаре, и она упомянула, как делать алтарь. И она как раз упомянула, что вот это, что скатерть очень важна для алтаря. Вот. И поэтому я решила, да, я решила сделать вот такую вот скатерть тканевую, раздобыть, найти её, да, попросить у мамы. И вот таким вот образом у меня получился, я скроила его из двух, буквально из маленького отреза, кусочка оставшейся большой скатерти. И получилось вот такое, вот такая получилась у меня, такое покрывало получилось для моего алтаря. И я понимаю, глядя на этот алтарь, да, что жизнь удалась, что я себя реализовала, что я себя нашла. Я нашла себя как женщина, я нашла себя как духовная частичка, да, как ученица, я наконец-таки, когда-то я разорвала фотографию своего учителя. Да, это было очень давно, Шридхара. И потом все мои поездки во Вриндаван, это были поиски, духовные поиски себя, встречи с преданными. И вот как раз к концу этого года, к концу моих поисков, моих каких-то неудач, каких-то, может быть, ошибок, проходя по этому духовному пути, наконец-таки, да, я вот поставила на алтарь, также поместила своего учителя. То есть я поняла, что духовный учитель – это тоже не просто так, это такая же важная, это такая же важная личность в жизни, в моей жизни, как и, ну, как что-то такое, как еда. Как еда, да, для любого человека нормального. Еда – это самое основное. Вот тоже самое духовный учитель. То есть это самое основное, самое главное в жизни – это ваш духовный учитель, ваш наставник, ваш проводник, ваш путеводитель, так скажем, да, по жизни. Поэтому и вот я, да, понимаю, что моя жизнь удалась, и я реализовала себя, да, глядя на свой алтарь. То есть также вот здесь корова, священное животное, которое у меня где-то было на заднем плане, хотя я давно уже не ем мясо, практически уже 10 лет, больше 10 лет, как первый раз полетела я в Кералу на Панчикарму в 2011 году, да, наверное. И вот с тех пор я уже начала делать свои первые шаги к вегетарианству. Но, тем не менее, корова как-то была у меня, да, на задних планах. Эту корову мне также подарили в Индии, когда я ездила в одну из поездок, но я буду рассказывать об этом более подробно. Когда я была в Индии, и меня пригласили в одно местечко, очень такое Аллахабад называется. По-моему, да, называется Аллахабад. Я ездила туда с группой преданных духовных учителей, духовных наставников, возвышенных личностей. Я туда ездила, вот, и была приглашена. И вот как раз мне потом подарили эту корову. Ну, там раздавали, да, подарки, и мне подарили эту корову. Вот, впоследствии потом, да, то есть передали её, как бы, как такую реликвию. И вот она как-то у меня стояла, да, на заднем плане, где-то на алтаре. И я как бы не придавала ей значения, она всегда у меня пылилась. Но вот здесь я решила, да, решила её поставить в центр. И я поняла, почему я это сделала, да, что корова стоит у меня в центре. Корова – это самое основное. Это наша мама, да, так как у нас, ну, мы знаем, как написано в писаниях священных, что у каждого человека семь матерей. И первая, главная мать – это корова, да. Не зря она считается священным животным. Корова – наша мама, потому что она даёт молоко, потому что она наша кормилица, да, если она даёт молоко. И также за ней очень любит ухаживать Кришна, да, потому что Кришна является пастушком. Главное действующее, да, лицо, верховная личность бога – Кришна. Говинда его ещё называют. Гопала, да, у него много разных имён. Почему? Потому что он любит коров, да, и его главное основное занятие – это пасти коров на пастбище и играть там со своими дружками-пастушками. Сгопи. Сгопи Вриндавана, да. Враджи Пхуми их называют. И вот я поняла, что, да, я корову поставила в центральное место. Значит, есть какие-то сдвиги в моём сознании, в моём мировоззрении, в моём отношении, да, в моём понимании, и я какие-то произошли изменения, да, если корова встала в центр. И так я, да, всё время меняя свой алтарь, я понимаю, что я сама меняюсь, я расту, я расту, и эта планка, она увеличивается, она поднимается. И вот к началу 2020, да, это мой показатель. К концу 2022 года вот в таком состоянии находится, как бы, мой алтарь, да, центральное место. Значит, в таком же состоянии нахожусь, собственно говоря, я как частичка, да, как искорка духовная, как личность, как индивидуальность, как бы, вот в таком состоянии я нахожусь, да. То есть я откопала себя в этом, и зарождение, появление алтаря, оно как бы ассоциируется с зарождением и появлением меня, истинной меня, да, истинной меня, не ложной, а истинной меня, как личности, как частички целого, да, как частички высшего духовного целого. Потому что до этого я не понимала, до того, как вообще прийти, встать на духовный путь, да, я не понимала вообще ни смысла жизни, не понимала, не понимала, не знала многих вещей, и вообще проживала эту жизнь, витая в облаках, можно так сказать, да. То есть эта жизнь, она была таким для меня, ну, как порхала, как бабочка, развлекалась, и не думала, вообще не размышляла над смыслом жизни. И вот, когда, да, я встретила преданных по счастливой случайности, я начала потихонечку, да, приходить именно к самой себе. Потому что до этого момента у нас нет, мы не понимаем, что мы частички целого, да, что мы божественны по природе. То есть у нас нет представления о себе, как о части целого, да, божественного целого. Как части мы не понимаем, что мы относимся именно, принадлежим больше к духовному. То есть мы не являемся частью материального, мы являемся частью духовного. поэтому наше ложное эго есть такое понятие, как ложное эго, истинное эго. И вот я понимаю, да, что здесь проявляется моё истинное я. То есть я нашла себя в своём истинном я, настоящем. То есть я откопала себя настоящую, не ту, которая была накрашенная, да, которая была с разными стрижками, с разными прическами, которая была с ярко выраженное, накрашенное лицо, с коротких, коротких юбках, с каблуками, да, на высоких каблуках, с декольсированными какими-то платьями. То есть я это была всё, да, это была всё моя внешняя оболочка. И вот наконец-таки я нашла себя настоящую, нашла себя настоящую, нашла себя, откопала себя, да, то есть своё истинное я. И вот как раз оно проявляется здесь у меня на алтаре, моё истинное я. То есть алтарь – это и есть я. Я в своём истинном свете, в таком истинном. И вот конец этого года, да, для меня это подведение итогов. То есть для большинства людей, конечно, Новый год – это, ну, это праздники, это какое-то шумное веселье, это компании, это подарки, это хождение по магазинам, какие-то делают люди покупки, большие, да, заботятся о том, чтобы приготовить какие-то блюда, накрыть стол, позвать гостей, да, то есть устроить какой-то пир, да, в честь Нового года, ну, как правило. Но для меня Новый год – это размышления, во-первых, да, это размышления, это подведение итогов. Когда старый год, да, на рубеже старого года с Новым годом, вот это 30-е, 31-е. Для меня это подведение итогов, для меня это размышления о том, что я, во-первых, я начинаю углубляться, да, то есть я начинаю сама с собой общаться, да, в этот момент всё больше и больше. То есть для меня Новый год – это подведение итогов, то есть в чём я себя реализовала, да, понять, в чём, как я продвигаюсь, да, на каком уровне я нахожусь, что нового появилось в моей жизни, может быть, что-то ненужное, то, что нужно выбросить из моей жизни. То есть для меня Новый год – это всегда прощание с чем-то старым, это всегда поиски чего-то нового, это всегда очищение Новый год, то есть это ассоциация, ассоциация моя с Новым годом – это уборка, это как генеральная уборка, да, для меня, то есть это не какие-то шумные кампании, не какие-то мероприятия, да, не какие-то выходы в свет, светские какие-то, да, выходы, нет. Для меня Новый год, вообще Новый год считается семейным праздником, да, но для меня Новый год – это уединиться, это значит побыть наедине с собой и поговорить именно с самой собой, то есть пообщаться с самой собой, да, задать себе вопросы и дать на эти вопросы ответы. Что я сделала, да, за этот год? Как он для меня прошёл? Что произошло нового в моей жизни, да, что улучшилось? Как, на каком, на какой отметке я нахожусь, да, то есть как я развиваюсь, как я возвышаюсь, да, какие я сделала усилия в этом году, как я себя реализовала, это всегда, вот эти идут разборы, разборы, да, разбор полётов, то есть как личности, как человека, как женщины и в целом, да, в целом как человека, как частички целого, как индивидуальности, как части социума, то есть я всегда именно углубляюсь внутрь себя. Это, конечно, уединиться, и провести даже Новый год я уже давно не провожу в компаниях шумных, да, не провожу в каких-то заведениях увеселительных, не провожу его даже в компании друзей, в компании родственников. Я всегда это делаю наедине с собой, закрываюсь в своей комнате, как обычно, потому что здесь у меня алтарь стоит, здесь божества стоят, ну, здесь атмосфера Вриндавана, и здесь мои все учителя, здесь Кришна, да, здесь Вриндаван, и я сажусь, да, перед алтарём и начинаю петь Махамантру, Харе Кришна, Харе Рама, и вот где-то до полночи, до полперво ночи, да, я нахожусь вот в обществе божеств, в обществе святых личностей, потому что здесь вот у меня тоже Парампара находится, вот здесь вот видно, да, Парампара, здесь также учителя, да, вот здесь вот шесть Госвами, Вриндавана, здесь Прабхупада, Бахтивинода, Бахтисидханта, Нарайна Махарадж, то есть вот основная такая цепочка Парампара, здесь же, по-моему, Вриндаван находится сам, и вот я, да, здесь же также у меня Панчетатва, и вот здесь вот я наедине, да, со своими божествами сижу где-то до полночи и распеваю Махамантру, Харе Кришна, Харе Рама, то есть я не готовлю никаких праздничных столов, то есть все как всегда, все как обычно, вот, и пол первого, да, где-то я, где-то в час, может быть, когда уже встречаю, да, встречаю Новый Год, провожаю старый, встречаю Новый Год, и уже вот сидя у алтаря, хлопая в ладоши, напевая, распевая, Харе Кришна, Харе Рама, таким образом, я провожаю старый год и встречаю Новый Год, вот, и как бы вот таким вот образом, да, я ложусь потом спать, и уже со встречным, да, со встречным Новым Годом, то есть вот так вот, да, вот такой вот для меня Новый Год, ну, а также это, конечно, мои какие-то продвижения, мои какие-то поиски, мои какие-то реализации, то, что я какие-то делаю сдвиги, какие-то усилия принимаю, применяю в плане развития своего канала, то, что вот даже сейчас уже, наверное, будет два года, как канал действует на Ютьюбе, канал Айурведа Веда, да, и я начинала, вот сейчас, как я вспоминаю, я начинала с двух подписчиков, когда у меня было два, всего два подписчика, вот, это начало было очень трудное, то есть я, и как-то вот это все так не думала я, да, что вот сейчас, к концу 2022 года, когда уже два года, как действует канал Айурведа Веда, да, я уже набрала 157 подписчиков, и вот пользуясь случаем, я хочу также, да, поблагодарить всех подписчиков, всех телезрителей канала Айурведа Веда, кто подписывается, кто смотрит меня, кто пишет комментарии, также, кто смотрит мои видео, и, но пишет хорошие комментарии, да, приятные, тёплые, приятные сердцу, радостные комментарии, потому что есть, конечно, комментарии и не очень радостные, но я пытаюсь, конечно, на это смотреть позитивно, да, и любые комментарии я оцениваю всегда сердечками, поэтому, но для меня это очень важно, да, когда вы пишете комментарии, когда вы оставляете какие-то, может быть, пожелания, какие-то, пишете что-то, да, мне приятно, что есть, очень важно, чтобы была обратная связь, тогда я понимаю, да, что меня слышат, что меня слушают, что я кому-то нужна, поэтому, вот, да, что касается продвижения канала, да, что появились, многие, новая рубрика появилась, сейчас, красота и уход, где я рассказываю о прическах, рассказываю о красоте, о каких-то новинках, о каких-то идеях, рассказываю, делюсь идеями своими, также появилась новая рубрика, идея приготовления, которую я переименовала, вот сейчас, идея еда, она называется, эта рубрика, ну, также, конечно, дачный сезон, огород, круглый год, рубрика, и рубрика новая, которая появилась, азбука аюрведы, где я делюсь уже с вами какими-то приёмами, золотые, золотыми правилами аюрведы, уже из личного своего опыта, да, это азбука аюрведы, вот, ну, вот что касается канала, и так, всех я поздравляю, да, с наступающим Новым Годом, желаю всем счастья, желаю всем удачи, процветания, благосостояния, благополучия, и найти, да, найти себя, найти цель в жизни важную откопать, и не забывать о том, да, для чего мы пришли в этот мир, то есть, вот эти важные цели жизни, да, как написано в священных писаниях, что существует четыре цели, четыре цели, да, это религия, это экономическое процветание, это чувственное наслаждение, и это освобождение, да, четыре, четыре цели жизни, но не забывать также, что самая основная цель жизни, она же самая последняя, это пятая цель жизни, но она самая, самая основная, это любовь к Богу, и вот я хочу, пользуясь случаем, да, чтобы в этом году, в новом 2023, все-таки вы пришли к этой главной цели, основной, и которая является также самой основной, самой возвышенной цели, да, самое, то, что является самым главным в нашей жизни, да, это любовь к Богу, и вот я желаю вам, чтобы вы в новом году, в 2023, все-таки откопали себя истинного, и нашли, да, вот эту главную цель, то есть пришли к этой главной цели возвышенной любви к Богу, да, которая является самым, самым важным и самым основным, самым главным, ради чего душа воплощается в этом теле, да, не только наслаждаться в этом мире, да, не только какие-то чувственные удовольствия получать, да, от нахождения в этом мире, но также ещё и найти вот эту вот любовь, да, найти частичку себя, истинного себя, истинного себя, и понять, кем же я являюсь, а я являюсь частичкой Бога, и я всем вам желаю, да, найти, откопать себя истинного и прийти к этой главной основной цели жизни любви к Богу, да, всех я поздравляю вас с Новым годом, желаю вам всего хорошего, до свидания, до встречи в Новом году. в Новом Продолжение следует...